понравилось проповедь все так на картинках наглядно все так когда все видишь конечно воспринимается все намного лучше вот что я хотел от себя добавить что невозможно разрушить брак брачный завет когда оба и муж и жена всем сердцем любят господа если только один например муж прилеплен муж любит всем сердцем жена как бы так в подвешенном состоянии такой брак можно разбить дьявол там что-то может вставить когда наоборот жена прилеплена к богу там находится в постоянном каком-то служении поклонение исполнять заповедь а муж где-то вот как-то вот так не определился опять же такой брак можно разбить но когда оба и муж и жена любят господа всем сердцем всей душой прилеплены поэтому я всегда говорю когда благословляю какие-то браки я говорю о том что спрашиваю мужа любишь ли ты иисуса больше чем свою жену да это вот такой вот христианский вопрос и потом жену спрашиваю любишь ли ты иисуса больше своего мужа и вот это вопрос он определяющий то есть если муж любит иисуса его любовь будет постоянная потому что через это мы прилепляемся к источнику любви через иисуса если жена любит иисуса больше чем мужа и и любовь будет постоянно этот завет он будет нерушимый это завет вечный слава нашему богу я сегодня хотел бы продолжить свою тему включите свой мозг моя сегодняшняя тема она называется и она посвящена свободе выбора человека имеем ли мы право выбирать если у нас право выбора если у нас свобода выбора и решать нам это как ответ и мы с этим будем сегодня разбираться для начала я хотел бы открыть такое место в евангелии послание к римлянам 12 глава с 1 по 2 стихи давайте мы вместе прочитаем можете у себя где-то отметить запишите на скрижалях своего сердца это место очень хорошо знать адрес где это написано послание к римлянам 12 1 2 итак умоляю вас братья апостол павел пишет милосердием божьим представьте тела ваши жертву живую богу не нужны мертвые жертвы там умереть или там ну как бы умереть за христа это как боже ну это эпогеи там если господь захочет но это как бы не то что бог хочет он хочет желает чтобы наша жертва богу она была живая то есть чтобы мы при жизни были посвящены ему чтобы мы посвящали ему свое время свои семьи свои дома свою недвижимость или свой транспорт чтобы у нас все было общее для бога это очень драгоценно и сегодня кстати брат антон начинал служение с того что про двух братьев да и вот интересно когда старший брат он начал возмущаться что это такое вот он там где-то там ходил вот а я на тебя трудился и как там написано как раб ну просто раб ну просто действительно а отец ему ответил все это время ты был со мной мы были вместе все мое твое за представляете его старшего брата даже не было только мысли чтобы что-то взять ну в том плане что козленка заколоть или там теленка пригласить друзей он все время это пахал и думал о том что вот просто как-то вот спасение да или хорошее отношение отца надо заработать просто вот каким-то непонятным таким трудом вот ну на самом деле очень важно поддерживать вот этот баланс вы знаете бог он что-то предлагает да книги второзакония написано жизнь и смерть предлагаю тебе благословение и проклятие избери жизнь избери благословение чтобы тебе было хорошо и детям твоим но вы знаете интересно вот бог что то предлагает но вот бог очень уважает уважает именно свободу выбора человека наш суверенитет он не будет навязывать нам свое благословение он не будет бегать за нами со своей жизнью до с избытком вот это благословение его надо взять то есть она буквально висит у нас над головой его надо взять просто прийти к отцу и сказать вот бог ну вот я потрудился да я немножко подустал на как служитель мне бы хотелось вот немножко передохнуть вот мне нужна передышка ну просто ты видишь мое сердце мое состояние ну разве бог тебя не благословит бог хочет это сделать знаете мы с наталья пришли к такому выводу после 25 лет служения богу что очень важно находиться в таком балансе в такой гармонии то что подрудился для бога бог ожидает тебя в своем покое бог хочет с тобой вместе отдохнуть хорошо провести с тобой хорошо время пообщаться помолиться наполнить тебя да потому что если иисус нуждался в том чтобы уходить в пустыню или на гору то мы тем более нуждаемся вот этот баланс очень важно поддерживать и когда вот там наполнились отдохнули порадовались потому что так и написано бог все дал все потребное для жизни и допи написано даже для наслаждения то есть бог хочет чтобы мы даже наслаждались наслаждались вот друг другом до в браке нашими детьми нашими отношениями богом наслаждались жизнь у наслаждались воздухом на слово какой прекрасный варня воздуха вот я не могу от на самом деле насладиться до море рядом красота какая-то бог хочет чтобы мы наслаждались восполнялись днем радовались жизни у бога очень много радости он хочет чтобы мы радовались царство божьи это мир радость и праведность во святом духе На самом деле, Бог хочет, чтобы эта радость не покидала наше сердец. И здесь написано, что Бог хочет жертву живую, святую. Бог хочет, чтобы мы хранили себя в святости, благоугодную Богу. Бог хочет, чтобы мы были угодны, благоугодны Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Нам это надо делать, то есть к этому нам надо прилагать какие-то усилия. Это само по себе автоматически не происходит. Нам надо прилагать усилия к тому, чтобы постоянно обновлять свой разум, свое сердце, познавать волю Божию. Слава нашему Богу! Я хотел открыть одно такое выражение. Очень популярно сегодня в мире, я могу сказать, что это слово буквально обладает какой-то властью. Над этим миром оно какое-то, значит, магическое. То есть, когда врач произносит, ну, как правило, это врачи-материалисты, ученые, с материалистическими концепциями, там, на самом деле, профессора, академики, которые имеют академическое образование и которые не верят Бога, атеисты, они говорят, ну, слово генетика, ну, у вас такая наследственность. Ну, в том плане, что родился человек, мы видим там слабый ребенок, там, ну, просто у него есть какие-то предрасположенности. И врач может сказать, у этого ребенка плохая генетика, или у этого ребенка плохая предрасположенность, у него плохая наследственность. Слышали? Кто-нибудь слышал? Ну, это очень популярно, это очень распространенное явление в последнее время. Мы можем это слышать по всей территории СНГ, в Болгарии. И когда человек получает вот такой приговор о том, что у вас генетическое заболевание, то есть, вы буквально обречены. То есть, вы генетически обречены на какое-то заболевание, которое, ну, академическая медицина, оно или вообще не лечится, или просто, на самом деле, лечится с большим трудом. Вот эта книга «Включите свой мозг», она опровергает вот эти мнения и утверждает такой факт, который подтверждается также библейски, о том, что мы, люди, можем поменять свою генетику. Мы можем обратить свой наследственный фактор или предрасположенность, ну, потому что она имеет действительно место о том, что понятно, что если у меня родители были больны оба, там, по отцовской линии были какие-то сердечные заболевания, по материнской линии были какие-то там, ну, такие вот онкологические заболевания, то, скорее всего, я предрасположен к каким-то заболеваниям, но обречен ли я, как вы думаете? Я хочу сказать о том, что в духовном мире есть такие ловушки, я их называю ловушки дьявола. Когда вы слышите такую фразу о том, что вы, к сожалению, обречены, ну, все, ну, то есть мы вам помочь не можем, я хочу сказать о том, что задача дьявола внушить людям, в мире это считается даже нормальным, задача дьявола внушить даже верующему человеку о том, что у тебя выхода нет, что в данной ситуации ты обречен, все пропало, ты проиграл, все, опусти руки, опусти руки, вот это задача дьявола. Наша задача, как верующих, с этим не согласиться, потому что Библия говорит абсолютно противоположные вещи, и те ученые, которые верят в Бога, они сегодня доказали о том, что, оказывается, не генетика влияет на нас, а мы своими мыслями можем влиять на свою генетику. И автор Кэролайн Лив, она доказывает научными экспериментами о том, как, ну, знаете, я могу так сказать о том, что к чему пришли ученые. Сегодня существует такая аппаратура, которая может вывести на экран монитора, компьютера активность нашего мозга. И, оказывается, у нашего выбора о том, что мы, например, принимаем какое-то решение, есть определенное участок головного мозга, это фронтальная часть головного мозга, это теменная часть головного мозга, когда человек принимает какое-то решение, ученые на компьютере видят, что лобная часть активизировалась, какие-то определенные участки загорелись, темная часть там загорелась, и ученые видят о том, что когда человек принимает какое-то решение, оказывается, запускается какой-то механизм в головном мозге, формируются какие-то такие нейросенсорные новые какие-то связи, или это то, что основано на старом опыте, но человек, опять же, основывает на своем опыте, принимает какое-то решение и запускает какой-то механизм. Что отметили психологи? Психологи, которые считают, что у человека нет выбора, то есть генетика уже определила его жизнь, и очень много учений появилось о том, что есть определенные психологи, которые прямо по медиам, по телевидению, в интернету выступают с такими о том, что наша генетика определена, ДНК диктует нам определенные условия, химия диктует нам условия, в том плане, что если выделяются какие-то определенные феромоны или какие-то гормоны, то ты будешь об этом думать, и рано или поздно ты это сделаешь. Тогда не стоит ли нам как-то более снисходительно относиться к своим поступкам? И вы знаете, это опасное учение, потому что к чему оно приводит? Опыт привел к тому, что люди, которые повелись на этом, ну то есть просто я могу привести такой интересный пример, арабский язык. В арабском языке нету такого понятия, как я разбил, например, чашку. Чашка разбилась, понимаете? Она сама разбилась. Я к этому не имею практически никакого отношения, но я просто ее держал, она выпала у меня из рук и разбилась. В арабском языке, можете себе представить? В арабском языке стирается понятие о твоей личной ответственности. Ну так получилось. Ну там, ножичком пырнул человека, он умер. Ну я-то тут при чем? Ну там просто вот так вот не сдержал свои эмоции, он там что-то сказал по шариату, в принципе, я прав. Ну и просто, ну так получилось. Никто не виноват на самом деле. И вы знаете, на самом деле, то есть, когда психологи начали прояснять, другие психологи, которые, я прям буквально зачитаю, другие психологи считают, что люди, которые верят в свободную волю, свободу принятия решения, более нравственные, следя за своими словами и поступками. Эти ученые осмеливаются даже заявлять, что чем больше свободная воля подвергается рассмотрению, тем больше причин для того, чтобы верить в ее существование. И что те, кто в нее верит, кто верит в то, что свободной воли не существует, обманывают самих себя. В Екклесиасте, 7 глава, 29 стих написано, Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Вы знаете, Бог сотворил нас правым. Это говорит о том, что когда ты знаешь нравственный закон, когда ты знаешь хорошо Библию, священное писание, когда в тебя заложен библейский такой нравственный корень, и если тебе предлагается что-то сделать, ты выбираешь то, что правильно. Это то, что заложено в нас. Я выбираю то, что правильно. Когда мне предлагается что-то сделать, куда-то ходить, что-то сказать, я каждый раз выбираю, что, Господь, что правильно сказать сейчас. Бог мне влагает. Я говорю, да. Бог, как правильно сделать? на основании Евангелия, на основании того, чему ты учил нас. Я поступаю на основании слова. То есть это правые пути. Это то, что называется ходить правыми прямыми путями, путями Господними. Но люди пустились в различные помыслы. То есть люди начали экспериментировать. А что, если я вот так поступлю? А что, если я вот так поступлю? А что, если я вот так наоборот все сделаю? Сегодня очень популярно учение о том, что я живу так, как я хочу. И никто мне не указ. Урушение каких-либо авторитетов. В том плане, что сегодня, ну так, если молодежь вырастает, она, как правило, вырастает в том, что авторитетов на сегодняшний день просто уже не существует. Их просто вот так. Ну, просто сознательно стирают для того, чтобы не было каких-то нравственных критерий, нравственной морали, чтобы не на что было ориентироваться. И чтобы люди делали то, что они хотят. То, что им заблагорассудится. Такие люди, они бескребетные. Они, как правило, заканчивают плохо сценарии, потому что уже давно прописаны Богом. Вот как написано. Судьба человека от Господа, да? Вы знаете, нам вот это надо уловить. Что за судьба? Вот судьба – это просто жизнь человека, которая сформировалась вследствие того, о чем он думал. Вот на Востоке есть очень хорошая поговорка, которая говорит. Посеешь, кто знает поговорку, да? Мысль – пожнешь действие. Посеешь действие – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Слушайте, как это важно? Посеешь характер – пожнешь что? Пожнешь судьбу. То есть все отсюда идет. То есть что мы мыслим, в конечном итоге выливается в мою судьбу, которая по сценарию Божьему о том, что если мы идем за Богом, исполняем Его заповеди, наша судьба, она защищена, она под защитой. Там нас ожидает жизнь с избытком, благословение и все то, что Бог для нас приготовил. Если мы хотим поступать против Бога, не хотим исполнять заповеди, сценарий тоже прописан. Последствия – проклятие. Долго не будешь жить на этой земле. И в 28 главе вы можете просто прочитать, там уже с 15 стиха перечисляется уйма последствий, катастрофических на самом деле. Люди, которые решили, приняли решение жить без Бога, не искать Его, жить так, как они хотят жить по своему усмотрению. Новый Завет он называет «своеволею». Очень страшный грех, который реально приводит к духовной смерти, к духовному отпадению. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Обычное определение свободной воли таково – способность предвидеть будущие последствия поступка, обоснование причины именно для этого поступка, планирование поступка в свете этого обоснования и проведение решения в жизнь, несмотря на противоборствующие желания. То есть, на самом деле, мы можем стоять перед каким-то выбором, мы можем думать, мы можем принимать решения, но в конечном итоге нам надо принять одно только решение, правильное решение. То решение, которое потом принесет нам какую-то благодать, какой-то мир, будут какие-то хорошие последствия. Именно таким образом, по представлению автора, мы выбираем, следует нам за Богом или за дьяволом. Наука доказывает, что свободная воля существует на генетическом уровне. Свободная воля существует на генетическом уровне. И автор подробно научными терминами описывает о том, как наша мысль формирует определенные цепочки, как это воздействует на ДНК. Потом, когда ДНК открывается, идет определенное такое сканирование. РНК потом разносит какую-то определенную информацию, начинает формировать белок нашего мозга, который начинает формироваться каким-то особенным образом. То есть начинают развиваться какие-то участки мозга. И вы знаете, я хотел бы от себя добавить, здесь есть духовные вещи. Смотрите, когда наш разум формируется, я хочу сказать, это формирует целое поле деятельности. То есть если я принял решение в каком-то направлении, и у меня мозг в этом направлении развивается, и там какая-то извилинка такая прорезалась, у меня развивается целая область моей какой-то деятельности, которая будет развиваться. Если эта извилинка не повелась, то эта область, она не разовьется, понимаете? И наоборот, если я думаю неправильно, то есть у меня есть какая-то токсическая мысль, я думаю, что у меня ничего не получится, или думаю о том, что получится как-то не так, ну просто может быть где-то там что-то недотягивает, финансов каких-то не хватает. Тоже развивается какая-то извилинка, какой-то участок начинает развиваться, но в другом направлении, с искажением. Белок выстраивается, но в искаженном таком-то порядке, и твоя деятельность, следствие твоего мышления, твоя деятельность начнет формироваться, выстраиваться неправильно. Слышите, о чем я говорю? Насколько важно правильно думать, насколько важно отсеивать какие-то негативные, токсические, разрушающие мысли, которые направлены изначально на разрушение. Я хотел бы вот это прочитать, потому что здесь так написано, что это надо читать медленно, чтобы мы вникали, но мне хотелось бы, чтобы мы увидели эту картинку. Наблюдение на томографе показывает, мы должны это четко узнать, на чем ученые сегодня основываются. Любая мыслительная деятельность имеет реальное воплощение в нашем головном мозге. Когда мы думаем, происходят непостижимые, чудесные, сложные процессы, даже если вы и не поймете полностью того, что я скажу в нескольких следующих абзацах, мы восхищаемся тем, как невероятно мудро сотворил нас Бог. Сейчас вы слышите эту проповедь, раздражаясь какие-то слуховые и зрительные рецепторы. Вследствие этого в ваших нейронах происходят электромагнитные, электрохимические, квантовые процессы. Ваше слушание, ваш просмотр в данный момент производит магнитное поле, которое можно сегодня уже измерить, электрические импульсы, которые можно сегодня уже отследить, деятельность фотонов, видимую на экране компьютера, электрическую активность, которую можно объяснить с помощью квантовой физики, вибрацию в мебранах нейронов, которую можно услышать с помощью специальной аппаратуры. И вы знаете, на самом деле, ученые сегодня уже видят вот эту картину, когда человек принимает решение, там что-то вот так зажигается, какие-то вспышки участков головного мозга, и уже четко следили, какие участки за это четко и ясно отвечают. Вам интересно или, может быть, это как-то слишком сложно? Но я стараюсь говорить на простом языке. Ну, тут как бы все понятно, да, о том, что, ну, квантовая физика, ну, что может быть проще на самом деле? Лампочки зажигаются, там на экране все, ну, все красиво, все прекрасно. Недавно доктор Гейл Айронсон, ведущий ученый в области психофизиологических исследований, профессор психологии и психиатрии университета Майами, сделала выдающееся открытие. Она установила, что самым главным фактором в исцелении больных ВИЧ, СПИД, инфицированных, было их решение поверить в благого и любящего Бога. Хорошее свидетельство. Аллилуйя. Особенно это пишут ученые, представляете, это ученые пишут, которые доказывают какие-то вещи, получают за это Нобелевские премии. Особенно если они изъявляли желание начать лично общаться с этим всеблагим и любящим Богом. В научной книге. Доктор Айронсон проводили вместе с другими учеными исследования более 4 лет. Она стремилась достигнуть выздоровления пациентов, уменьшая количество вируса СПИД на единицу крови и увеличивая, то есть она добавляла концентрацию распознающих антигены Т-лимфоцитов, ну это защитные клетки. Чем больше их будет в крови, тем успешнее тело сможет справиться с болезнью. Ею удалось установить, пациенты, не верившие в то, что Бог их любит, теряли помогающие Т-лимфоциты в 3 раза быстрее, чем верующие. Количество вирусов в их крови также возрастало в 3 раза быстрее. Подверженность пациентов стрессу была намного выше. Наличие кортизола в крови было разрушителем. Доктор Айронсон так подытожила свои исследования. Если вы верите в любящего вас Бога, это в смысле здоровья является мощнейшим защитным фактором. Вера в любящего Бога защищает, но личное заявление, исповедание, свидетельство, что Бог любит меня, защищает еще сильнее. Мозг буквально загорается, то есть он буквально вот так вспыхивает очень многими огнями. И это сегодня мы можем уже увидеть на мониторе компьютера. Слава Богу за такую науку, слава Богу за таких ученых, которые в этом копают, что действительно оказывается. Аллилуйя! Я хочу открыть еще одно место, только еще одно. И оно написано в книге Второзакония, о которой я сегодня упоминал. Второзаконие, 30 глава, с 15 стиха. Написано. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро. Жизнь и добро. Новый Завет говорит, жизнь с избытком дам тебе. Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, с другой стороны, смерть и зло. Жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедуете сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься и благословить тебе Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы обладать ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, которую Господь Бог дает тебе, для обладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. То есть Бог заинтересован в том, чтобы ты жил долго, и чтобы ты жил хорошо, и чтобы ты был здоров, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакуу, дать им. Авраам, это твой отец? Я могу сказать о том, что мы сегодня дети Авраама, это будет абсолютно правдой, потому что мы дети Авраама по вере. Он наш духовный отец. Все то, что было обещано Аврааму, Исааку, Иаку, сегодня прилежит нам во Христе Иисусе, благодаря той жертве, которую Иисус Христос положил за каждого из нас. И в этом месте Писания Бог только предлагает. Он говорит о том, что я тебе предлагаю жизнь или смерть, благословение и проклятие, избери жизнь. Бог что-то предложил, и, вы знаете, вот автор хорошо пишет в книге вот эту мысль о том, что Бог водит нас, когда мы позволяем Ему нас водить. В этом наша свобода выбора. И если мы не позволяем, Он не будет водить нас. Он не будет нас благословлять, Он не будет давать то, что нам по праву принадлежит. Это вот право старшего брата. Он мог это взять в любой момент, но он просто, ему даже мысль такая не приходила, понимаете, да? Он просто пахал, пахал, пахал и хотел расположить отца тем, что он вот так как раб пашет, а он как будто бы это не замечает. Бог все видит. Он говорит, а пожалуйста, возьми. Ну, никто же тебе не запрещал. Но ты должен взять это сам. Понимаете, о чем я сегодня говорю? Потому что у тебя есть свобода выбора, у тебя есть свободная воля, и Бог уважает твой суверенитет. И пока ты сам это не возьмешь, понимаете, о чем я сегодня говорю? Бог тебе не будет это насильно вот так, просто вот так туда, как-то вот так засовывать куда-то, да? Или вот просто возьми, возьми. Бог просто уже дал. Бог дал нам невероятное благословение. Бог дал нам жизнь с избытком. Бог дал нам радость совершенную. Но нам очень важно это научиться применять. Сегодня я приведу такое свидетельство, да? Я вот сегодня буквально ночью вспомнил. Я уже говорил об этом несколько лет тому назад. А свидетельство заключается в том, что когда-то я работал в реанимации. В начале четвертого курса я получил право работать где-то, подрабатывать медбратом. И меня приняли в онкологическую больницу, медицинским братом. И я там проработал 4 года, потому что на пятом курсе мне пришлось взять Академ-отпуск, потому что у нас было 2 детей. И в принципе я хотел покидать. Я хотел покинуть ТНЭТ медицинского института тогда и стать уже окончательно священником. Но ректор института, она просто буквально в меня вцепилась. Она говорит, что ты что делаешь? Ты 5 лет отучился, да? И такой действительно лечебный факультет, такой трудный. И сейчас ты берешь, приходишь ко мне и говоришь о том, что я хочу уйти из института по религиозным соображениям. Не делай этого. Давай мы тебя отправим в Академ-отпуск. И меня отправили. Я благодарен и по сей день этому ректору, с которым мы и остались в хороших дружеских взаимоотношениях. Когда я приезжаю в Казахстан, она всегда хочет встретиться со мной и пообщаться. И мы вот так общаемся. И очень такие дружеские взаимоотношения. Но в начале 4 курса я устроился в онкологии, в реанимации. Отработал там 4 года. И вот когда я уже отработал 4 года, у меня уже был там какой-то опыт определенный такой. Очень много людей покаялось. Я проповедовал людям, когда видел. Что человек умирает. Или готовил человека к смерти. Или там, ну не обязательно. Видел, когда в тяжелом состоянии. Когда человек находится в тяжелом состоянии. Человек расположен слышать. Слово о Боге. Весть о Христе. И в один момент, когда я пришел на очередную смену. Я захожу, принимаю пост от медицинского персонала. Вот они заводят меня в одну палату, в одну палату, в третью палату. И когда меня заводят в один бокс, который всегда у нас оставался для каких-то очень тяжелых таких больных, которые или умирают, или в критическом состоянии нам надо каким-то способом реанимировать, поддержать жизнь, бороться за его жизнь. И там лежал человек, который был на самом деле, то есть с него уже все сняли. Послеоперационная повязка, которую мы заклеивали обычно таким органическим клеем, она сползла из-за того, что его рана, она не то что открылась, она поползла. И через нее брызгали фонтаны крови. Когда зашел врач-реаниматолог, я даже помню его фамилию, это доктор Белев, он потом уверовал через эту ситуацию. И он выбил меня и говорит, ДВС-синдром. ДВС-синдром на те времена это приговор, то есть это диссеминирующее внутрисосудистое свертывание крови вследствие того, что человек долго боролся с раком, о том, что у этого человека был рак желудка, и у него три четверти желудка удалили оперативно, но так как он долго боролся, кровь потеряла свойство сворачиваться. И когда он захлебывался кровью, он лежал и захлебывался кровью, потому что кровь текла, после вот этой операционной раны она начала просто струиться во все стороны. И когда он кашлял от того, что он захлебывался кровью, эта кровь разлеталась вот так по всей комнате, и она забрызгала до какого-то уровня комната вся, вот этот весь бокс был забрызган его кровью. То есть потерял он много крови, ему поставили систему, там определенную плазму, кровь вливали, чтобы восполнить кровь, но он кашлял и он умирал. Его супруги, его жене позволили, потому что врач сказал, Белев говорит, ему осталось жить 5-7 минут, не больше. Это я тебе так говорю, потому что у него ДВС-синдром, ну ты знаешь, и ушел, развернулся и ушел. А вы знаете, в этот момент во мне дух возмутился, вот я не знаю, это надо как-то научиться распознавать, просто пришло дерзновение, дерзновение. Вы знаете, на то время я уже научился распознавать, я хорошо знал запах смерти, запах, у духа смерти есть запах, свой запах. Я хорошо знаю дух, запах духа рака. Вот когда человек болеет, у него 3-4 стадия рака, и человек приходит ко мне, я могу сразу определить, даже, ну просто он пришел, я услышал вот этот запах, я уже знаю, что это. Вот, и просто привожу какие-то опленные такие, ну просто меры, разговариваю там, или просто... Но в данном случае человеку вынесли приговор, ДВС-синдром, 5 минут, 5-7 минут, и он умирает. Поэтому мы разрешили его жене здесь побыть, потому что проститься с человеком, она захотела, она хотела, ну просто она готова, ну просто и жена, вот я зашел в бокс, жена стояла здесь, я смотрю, ну мужчине где-то было за 60, женщине где-то было под 60. И в этот момент я получаю такой посыл, дерзновение. Я подхожу к этой женщине, я говорю, хотели бы вы согласиться со мной молиться за вашего мужа? И она так на меня смотрит, ну за что молиться? Я говорю, за исцеление молиться. Мы сейчас будем молиться, потому что в Библии, в Евангелии написано, что если двое или трое согласятся о чем-либо просить Отца Небесного, то все будет им, вам надо только в это поверить. И она сказала, ну давайте мы помолимся, хуже-то не станет. Я говорю, тогда вы стойте здесь, просто поддержите меня в молитве, говорите, когда будете согласны, говорите Аминь, если умеете молиться, молитесь. И я начал молиться. Я призвал имя Господа, я сказал, что Господь, ты сказал, что там где двое или трое собраны во имя Твое, там ты уже посреди нас, то есть ты уже здесь, и куда ты приходишь, оттуда уходит. Сатана, убирайся вон. Дух смерти, убирайся вон. Дух рака, убирайся вон. Тебе здесь не место, потому что здесь Иисус Христос. Он целитель, Он освободитель, Он и сегодня спасает. Эта молитва была, я не знаю, сколько она была, за временем не следил. Но в этот момент мы видим, что у нас на глазах вот эта рана после операционной, она начинает засыхать. То есть она начинает вот так засыхать и стягиваться. А это человек, который кашлял кровью, он перестает кашлять, и он смотрит на нас. Он смотрит на нас, и так как он разговаривает, ну, можно сказать, он был настолько ослаблен, что говорить он, в принципе, не мог. Он просто мог немножко шевелить пальцами, и жена увидела о том, что он пытается ее как-то так подозвать. Она подошла к нему, и он что-то ей шепотом, она наклонилась, и он что-то ей сказал. А сказал он такие слова, она говорит, он говорит, что в другой, ну, то есть мы стоим вот здесь с правой стороны комнаты, а в другом левом углу стоит какая-то светящаяся сущность, сущность, личность. Кто-то там стоит, кто-то там светится, у него такой невероятно красивый вид. Я ему говорю тут же, это Иисус. Иисус пришел для того, чтобы спасти вас. Иисус пришел для того, чтобы исцелить вас. Иисус пришел для того, чтобы воскресить вас к новой жизни. Вы хотите помолиться вместе со мной? Он кивнул, и говорю, просто шепотом повторяйте. Иисус Христос, дорогой мой Бог, пожалуйста, войди в мое сердце. Стань моим личным спасителем. Стань моим личным освободителем. Исцели меня прямо сейчас полностью целиком. И мы помолились молитвой покаяния, поблагодарили, что Бог принял свою семью. И, вы знаете, он как-то обмяк, и просто такое какое-то умиротворение пришло, мир. И в этот момент возвращается доктор-реаниматолог Белев. А прошло уже, ну, я не знаю, я не следил, но прошло уже где-то более 20 минут. И он заходит и смотрит. Потом вызывал меня так, и он говорит, а что он еще жив? А почему? Что вы тут делаете? Он так немножко заикался. Что вы тут вообще делаете? Я там что-то слышал. И я говорю, мы здесь молимся. Мы молимся, потому что, ну, кто нам может запретить молиться о том, что, ну, на самом деле, человек умирает, он знал, что я верующий. Ну, говорит, ну, хорошо, молитесь, конечно, но просто он все равно умрет, потому что это ДВС-синдром. Он все равно умрет. И он развернулся и опять ушел. Прошел один час. Мы периодически с женой там разговариваем, подходим к нему, он что-то ей шепчет, ну, просто благодарит за то, что вот просто помолились, за то, что ему хорошо стало, за то, что кровь остановилась, за то, что, ну, там просто у человека возникло вот такое благодарственное какое-то чувство. И вот я переходически захожу, там повязку уже ему наклеил, там, ну, просто обработал там все, ну, там санитарку попросил, чтобы она эту кровь начала смывать. Еще через час опять заходит врач-реаниматолог. Он зашел, просто посмотрел, развернулся и ушел просто. И так он заходил каждый час, потому что обычно реаниматологи, они, ну, выходят, ну, особенно ночью, они не выходят каждый час. Ну, раз в два, в три часа, или когда шум какой-то услышал, или там, когда его позвали, там, что-то помочь. А так обычно, ну, там, через два-три часа. Этот приходил через каждый час, всю ночь приходил, смотрел, разворачивался, выходил. Там что-то записывал. Вот. Утро приходит следующего дня, а он все живой. И вы знаете, на самом деле, доктор просто, он был в какой-то степени возмущен, с одной стороны, а с другой стороны, он понял, что есть что-то, да, что сильнее ДВС-синдрома, несмотря на то, что это была, на самом деле, полная картина, развернутая картина ДВС-синдрома. То есть, это был действительно ДВС-синдром. И потом он спросил, что это вообще, как это вообще можно объяснить, потому что, ну, как врач-материалист, он сказал такую фразу, это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Никогда этого не может быть. Я не понимаю, я не понимаю, что это такое. Я ему говорю о том, что это Бог. Ну, понятно, что если, например, там, если Бога не верить, то ДВС-синдром это непобедимая болезнь. Но если Бог пришел, то ДВС отступает. Ну, просто потому что Бог, Он может все. Он может абсолютно все. Что для него такое ДВС-синдром? Ну, да, да, ладно, короче, там. Но через какое-то время этот врач, он начал задавать все более и более глубокие вопросы по Писанию. Как, что, там, дай там прочитать, там, книжку. Я ему Евангелие подарил, там, ну, и просто, когда мы прощались, меня не хотели отпускать с реанимации. Они говорят, ну, ты уже такой, ты уже готовый врач-реаниматолог. Останься, ну, у тебя опыт уже, ну, там, уже ты уже, там, какие-то меры, там, уже, ну, до автоматизма у тебя на работу. Зачем? Куда ты идешь? Говорю, я вот, у меня была мечта, у меня была мечта стать врачом-психиатром. Да, ты, говорит, с ума сошел. Куда ты вообще, ну, там, просто, все больные, там, эти доктора, ты там тоже сейчас с ума сойдешь. Давай к нам. Ну, короче, уговаривали, уговаривали, не уговорили. Все равно пошел. Но вот этот случай, почему я сегодня его привожу? Потому что вот этот приговор, вот, если кто-то нас сегодня слушает, да, и вам поставили вот такой диагноз о том, что вот просто, ну, все, ну, там, у тебя рак, там, четвертой степени, да, или там, у тебя сахарный диабет первого типа, аницилинозависимый, ты обречен. Я бы хотел, чтобы вы не согласились вот с этим приговором. И совсем недавно, на этой неделе, ко мне обратились наши, в принципе, уже хорошо знакомые, которым я помогал, помог. И вот у женщины развился очень сильный лимфостаз на правой ноге. и она начала ходить по местным докторам. И доктора ей говорят одно. Все доктора, врачи, терапевты, GPS, хирурги, говорят о том, что, ну, терпите. То есть, нога уже раздувается. Терпите. Назначили какие-то лекарства, там, какую-то химию. Вот. Она говорит, становится-то все хуже и хуже. А что терпеть-то вообще? Ну, что ждать-то? Ну, просто на самом деле. И тут они вспомнили обо мне и вот пришли ко мне и сказали, доктор, вы можете помочь? Я говорю, у меня такие случаи были. Еще одно свидетельство. Ну, когда мы были еще в Казахстане, ко мне обратился один мужчина, у которого ему поставили уже рожистое воспаление. Я хочу сказать, что это страшный диагноз. Рожа. Страшный диагноз, который в некоторых случаях звучал для человека как приговор. То есть, ему сказали, хирурги, у тебя рожистое воспаление руки и сделать ничего невозможно. Мы знаем, что тебе вот хирурги, авторитетные хирурги с большим стажем, они говорят, мы тебе хороший совет дадим, иди к бабке. Хирурги отправляют человека к бабке. У нас, говорят, есть случаи, много случаев. Мы не можем никак помочь, отправляем к бабке, бабка там какую-то красную материю там положила, пошептала и все проходит. Мы не можем это объяснить никак, но это помогает. А мы ждем, мы хирурги ждем, когда эта нога раздуется, там слоновость, уже слоновая нога, там конечность или рука, и потом мы что делаем? Потом мы берем и отрезаем ее. Вот и все, понимаете? То есть, вот такой сценарий. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы мы тебе руку отрезали, иди к бабке. А этот человек уже уверовал, он начал ходить в нашу церковь, он говорит, пастор, вы можете что-то сделать? Ну, вы на меня тряпку киньте красную, да? Просто, я говорю, да какие проблемы? мне не трудно красную тряпку-то бросить. Мы это делаем. Я беру красную тряпку, там нашел, просто мы бросили, и я помолился, там, во имя Иисуса Христа, эта рука будет исцелена прямо сейчас, кровью Иисуса. Все, ты исцелен. Через какое-то время у него все прошло. Это свидетельство. И тут просто ко мне приходит, я не удивляюсь, она говорит, врачи мне вообще никак не хотят помочь, они говорят, будем ждать. А я говорю, вы знаете, чего они хотят ждать? Они ждут, когда у вас нога раздуется до невероятных размеров, потом начнется там какие-то трофические язвы, потом начнется рожественное воспаление, и потом они у вас эту ногу просто отрежут. Просто ее отнимут. Они говорят, да вы что, доктор, вы как-то можете помочь? Я начинаю помогать, потому что у меня таких случаев было несколько. Я говорю, вы знаете, что вам надо сделать? Вам надо поменять образ своего мышления. Ну, я проходил большую практику, стажировку в Китае. Китайцы, невероятно, знаете, просто такая нация, ну, просто это единственная цивилизация, которая сохранила и описала все свои знания, доктора там, на себе все это пробовали, доказали. И они говорят очень просто. Вам надо поменять образ мышления. И они прописали в древних трактатах, которым тысячелетия. Если ваши мысли хаотичны, то есть, они называют это непродуктивное мышление. Что значит непродуктивное мышление? Хаос. Это означает то, что человек сидит целыми часами и думает. Вот, если бы тогда, вот, я бы поступил бы вот так-то, то было бы вот так-то. А если бы вот тогда, вот, я вот туда пошел бы, сделал бы это, то было бы это. А теперь у меня ничего нет, но я сожалею о том, что когда-то я вот это не сделал, но я хочу сделать, но не делаю, потому что у меня, наверное, опять будет тогда, как тогда. И вот это, вот это часами, часами тягомотина. Китайцы объясняют это на клеточном уровне. Они говорят так, что если ваша мысль двигается вот так, то и энергия будет у вас двигаться вот так. Если ваши мысли хаотичны, то и жидкости в вашем организме будут двигаться хаотично. И в конечном итоге энергия заблокируется, жидкости остановятся, лимфа перестанет течь, виновная кровь перестанет двигаться, как должно ей двигаться. И у вас начнется или сахарный диабет, селезеночку свою посадите, поджелудочную, поджелудочную залезу, у вас разовьются какие-то желудочно-кишечные заболевания, или разовьется лимфостаз, или вы начнете поправляться, или у вас разовьется что? Рак. Онкология. Все онкологические заболевания, причина уже в Китае была установлена более 4 тысяч лет назад. Онкология возникает из-за того, что мысль человека остановилась. Человек впал в ступор, сидит и целыми днями смотрит в компьютер. Сегодня это проблема? Молодежь сегодня целыми днями смотрит свои гаджеты, они в таком напряжении обездвиженно смотрят в одну точку, у них мысли остановились. Какое будущее у нашей молодежи? Когда вот подумаешь об этом, когда видишь, когда детей подсаживают на вот эти айпады, они целыми днями, чтобы успокоиться, они вот так дрожащими руками вот так вцепили и сидят там где-нибудь. Зато он спокойный, зато он там сидит себе на одном месте, не мешает. Но это, я хочу сказать, это очень страшная вещь. Во-первых, развивается довольно быстро зависимость, которая сегодня приравнится к наркотической зависимости. Во-вторых, все у этого ребенка останавливается. И через какое-то время вы просто пожмете последствия в виде каких-то самых различных заболеваний, которые по китайским канонам отнесены к заболеваниям селезенки. То есть, это сахарный диабет, это онкологические заболевания, это лимфостазы. И я говорю этим людям, вы хотите выздороветь? Мы хотим, конечно, потому что, ну, не хочется ногу терять. Вам надо поменять образ мышления. Вы представьте, что родник забился. То есть, вот когда-то родник, он бил таким ключом, да, там была чистая вода, все струилось. И вот по каким-то причинам там все забилось. Забилось из-за того, что вы так мыслите, так думаете. Потому что, она говорит, да, действительно, я в последнее время была просто мало двигалась, там сидела, короче, депрессия была, возникла опять. Вот какие-то мысли, короче, какие-то вот такие. Все, вот причина установлена. Начинаете это все. Представьте, что вот первые шаги сделать очень трудно. Ну, конечно, мы начали помогать. То есть, я начал делать и обкалывание, обертывание, начал спускать эту лимфу. Я говорю, я вам могу помочь. Мы уже скачали там более литра лимфы. Я говорю, вам могу помочь. Я так сказать, ну, причину-то надо удалить. Вот эту, в голове, которая у вас причина. Вам надо просто четко представить о том, что первые на самом деле мысли, вот когда вот ручеек только пробивается, родник опять. Первую песчинку выбил, вторую песчинку выбил. Он говорит, доктор, ну, почему же она не проходит? Я говорю, не удивляйтесь. Здесь надо терпение, потому что нога какое-то время сохраняет свои размеры, но она была у вас как камень, а сейчас она мягкая. А потом, в какой-то момент, потому что у меня были такие случаи со слоновостью, в какой-то момент она начинает спадать, притом довольно быстро, потому что чем больше, тем быстрее разгоняется вот эти жидкости, то есть первые шаги самые трудные, а потом лимфа разогналась, все, она издувается. Да вы что, доктор, это правда, это правда. И, ну, увидели, она последний день приходила, вчера, она говорит, ну, знаете, я уже свободно хожу, уже не чувствую, то есть нога не все увеличена, но я двигаюсь, я передвигаюсь, и самое главное, что я поверил, что эту болезнь можно вылечить, потому что мне начали внушать, я сама начала внушать себе, что это уже сделать, ничего нельзя. Если врачи мне, хирурги именитые не могут помочь, кто мне может помочь? Бог вам может помочь. Бог меняет наш образ мысли. Он хочет, чтобы мы обновились, то, что мы прочитали в послании к римлянам, 12 глава, 11 глава, 12 глава, обновитесь в познании, обновитесь умом своим. И я уже заканчиваю. Здесь автор пишет, мы не являемся заложниками нашей биологии. Мы творцы своей судьбы, если мы соглашаемся с нашим творцом. Аллилуйя! Как прекрасно написано. Бог ведет нас, но мы позволяем ему это делать. Мы были созданы способными творить мысли. И что мы сотворим, так мы и живем. Послание к евреям сказано, вера есть осуществление ожидаемое и уверенность невидимое. То, во что вы верите, во что надеетесь, становится физической субстанцией, на основании которой вы действуете. Этот процесс может идти, как в добрую, так и в худую сторону. Слава нашему Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Нам сегодня очень важно поверить, о том, что не генетика определяет нашу судьбу, наш исход. Генетическое заболевание это не приговор. Наши мысли влияют на генетику, наши мысли буквально посылают импульсы, открывают ДНК, меняют структуру ДНК, выстраивают его в правильном, можно сказать, развернутом положении, считывают эту информацию, и потом переносят ее уже на рост головного мозга в виде того белка, который просто приходит и начинает выстраивать тот или другой участок мозга. Когда развивается тот или другой участок мозга, развивается целая область нашей деятельности, которую мы хотим развить. Если мы верим, то, что у нас что-то получится, у нас все получится во имя Иисуса Христа. Если мы не верим, то, что у нас что-то получится, у нас ничего не получится. Поэтому по вере нашей, говорит Иисус Христос, да будет вам. То, во что мы верим, то и мы получаем. Вера – колоссальная, мощная сила, колоссальная власть. Если мы верим в Бога, то, что Бог все может, написано верующему, все возможно. Аминь или не аминь. Верующему все возможно. Слава нашему Богу! И я хотел бы еще раз обратиться к тем, кто смотрит нас. Если ты в каком-то отчаянном положении, если тебе поставили какой-то, как ты думаешь, приговор, если ты с этим приговором согласился и сказал, ну, если доктора сказали, что это, то, наверное, уже ничего сделать нельзя. Я хотел бы обратиться к тебе о том, что с Богом во Иисус Христе все можно. Все можно поменять. Здесь очень важно поменять ход своих мыслей, очень важно направить его в нужное русло и очень важно позволить Богу войти в тебя и просто потечь силой Святого Духа. И тогда исцеление придет в твою жизнь, и ты будешь полностью исцелен во имя нашего Господа Иисуса Христа. Просто поверь в это. На первом этапе нужно в это просто поверить. Слава нашему Богу! Давайте мы еще раз встанем, помолимся нашему Господу, поблагодарим Его за Его Слово, за таких прекрасных ученых, которые сегодня подтверждают то, что написано на самом деле в Священном Писании еще тысячелетия тому назад. Спасибо тебе, дорогой Бог! Спасибо тебе, Господь, Отче, за то, что для тебя нет ничего невозможного, и что с тобой мы можем абсолютно все. Господь, мы сегодня стоим на таком рубеже, когда воистину, Господь, Отче, верующий подходит просто к деяниям апостолов, к тому, что делали когда-то первые твои ученики, когда на них сошла сила Святого Духа, когда они переносились, когда Филипп был взят и был перенесен буквально в другое место. То есть, Библия описывает факт телепортации. И, Господь, мы верим в то, что и это возможно, потому что на самом деле человеческий организм, человеческая сущность, она устроена как ковчег Завета, где есть святая святых, где есть святое, это душа, где есть внешний двор, это есть физические какие-то компоненты. И все это изначально было предназначено для того, чтобы ты жил в нас. Потому что ты сказал когда-то, вселюсь в них и буду обитать в них, буду ходить в них. И мы, Господь, этого хотим. Мы хотим, чтобы ты жил в нас, чтобы тебе в нас было хорошо, чтобы ты обитал в нас, чтобы ты двигался в нас, чтобы ты смотрел через нас, чтобы ты исцелял через нас, чтобы ты освобождал через нас, чтобы ты спасал через нас. Все это возможно. И, Господь, мы знаем и мы верим, что когда ты входишь в сердце, в самую сущность человека, когда мы позволяем тебе, для тебя нет никаких границ. Мы можем перемещаться, мы можем двигаться в Духе Святом, И все, вводимые Духом Святым, суть Сыны Божия. Так говорит Твое Слово, Господь, Отче. Спасибо Тебе за то, что, Господь, Ты не дал нам Духа боязни, Ты дал нам Духа восстановления, которым мы можем взывать сегодня Ава, Отче. За то, что Ты дал нам Духа любви, мира и целомудрия. За то, что, Господь, мы можем входить в самые тесные, близкие взаимоотношения с Тобой. И, Господь, Отче, пусть наш Дух всегда будет в соединении. Пусть наша душа всегда будет наполнена, Господь, Твоим характером. Плодами Святого Духа. Пусть, Господь, наше тело будет наполнено делами, Господь, Отче, делами веры. Аллилуйя, Отец, Ассана, слава Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя еще и еще раз. Спасибо Тебе. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа и народ Божий скажет Аминь. Будьте благословены, присаживайтесь. Аллилуйя.